Они незаменимые помощники в розыске пропавших людей, в поиске взрывчатки и наркотиков. Их берут с собой для обеспечения порядка при проведении массовых мероприятий. На сегодняшний день служебные собаки в полиции трудятся наряду с людьми. Ежегодно они помогают раскрывать тысячи преступлений. Однако, чтобы поступить на службу, четвероногие друзья проходят серьезную подготовку. Обо всех тонкостях работы кинологического подразделения МВД России по Тверской области расскажет наш корреспондент. С этой встречи начинается каждый новый рабочий день. Завидев хозяина Малинуа, бельгийская овчарка Неспоридес радуется как щенок. Кинолог Дмитрий Ларионов со своим помощником работает в паре уже три года. Столько же длятся тренировки. Овчарке нужна постоянная практика. Собаки в розыскной работе незаменимые помощники. Они чувствуют запахи в 10 тысяч раз сильнее человека. Поэтому кинологическую службу пока невозможно заменить даже самыми современными электронными средствами. Ищи. Как рассказывает Дмитрий Ларионов, у каждой собаки, как и у человека, свой характер. Своих хозяев они видят издалека, вот к чужим относятся с опаской. Хотя есть в центре щенки, которые без общения с людьми минуты прожить не могут. Такие с радостью показывают свои навыки. Есть собаки, которые хотят работать, которые хотят, чтобы с ними что-то делали, играться там, очень задорные. А есть собаки, которым вообще ничего не надо, они лучше отойдут в сторонку и полежат. Всего в кинологическом центре УМВД России по Тверской области 23 собаки. И у каждой свой куратор. Чужих они просто не будут слушаться. Но чтобы попасть на службу, пёс, будучи ещё щенком, проходит определённые тесты. Прежде чем брать собаку на службу, мы проводим тестирование, может ли собака у нас заниматься тем, чем мы здесь занимаемся. То есть у нас есть три направления. Это поиск взрывчатых веществ, взрывных устройств. Здесь собаки должны быть очень аккуратны. Рядом с кинологами животные кажутся ласковыми и послушными. Но сотрудники замечают, это результат многих лет занятий. Дилетанту, решившему завести собаку крупной породы, придётся непросто. Здесь необходима серьёзная подготовка. Рядом! Рядом! Сидеть! Сидеть! Лицом ко мне! Стоять! Собака, которая является щенком, она как программа. То есть, что ей показали, она то и будет делать в дальнейшем. Собаки по несколько раз в день могут выезжать на место происшествия. И даже самый ловкий преступник пасуют перед служебным псом. Зачастую в каждом пятом-шестом случае они помогают полицейским найти и задержать подозреваемых. А лучшая награда для хвостатых служителей закона – вкусное лакомство и заслуженный выходной. Ай, умница мой, да! Ай, умница мой, да! Продолжение следует...